Но, значит, тем не менее, все-таки к ним приходит. Опасно может получиться. Прострел с фланга последует. Да, идет передача. Но спокойно защитник чемпионата угроза своих ворот отводит. Перехват. Атака. Трансгаранта. Но вновь ничего не приводит. Пас назад. Спокойно отыгрывает у нас в уголке пророк Алексея Сауловым. Но вынос дальше уже неудачный. Пока мяч не держится ни у тех, ни у других. Заброс вперед. И мяч дойдет до адресата. Прострел пробить не удается. Вынос мяча. Ну и ноль. Вынос от галки пропадающего. Может быть, зацепится. Сейчас нападающий нет. Не было здесь шансов у Пономарева. Скидка над от галки пророй. Попытка уже у чемпионата атаку свою провести. В атаке. Трансгарант. Можно пробить отсюда. Почему бы и нет. Хорошая точка. И опасно бил сейчас Артем Орлов. И был рикошет. Судя по всему, будет угловой. Орлов пошел его сам же подавать. Быстрый розыгрыш. Можно пробить. Отсюда нет передачи. Следует. Не стал сейчас брать на себя инициативу. Дмитрий Вагин. Наверное, стоило бы это сделать. Опасно. Удар по воротам. Сейчас просто повезло. Чемпионату мяч. В каких-то сантиметрах от штанги прошел. Ух ты. А это попытка прямым ударом забить. И вновь будет угловой. Снова розыгрыш. Можно пробить. С левой нет. Снова передача на левый фланг. Прострел не дойдет. Передача до дальней штанги. И быстро атака от чемпионата. Нет, не получается. Пас неудачный. Не в темп получился. На Александра Абрамова. И тут не смог мяч обработать. И дальше продвинуться с ним. Заброс вперед из чемпионата. Хорошее открывание там было со стороны Пономарева. Но в новую мяч не вложили. И потери мяча снова обороняться. Нужно. Галкибер. Трансгарант не выносит мяч. Пытается играть на ближнего. Но вновь неплохой выход из обороны. А Трансгаранта и такое подобие опасного момента создают. Заброс вперед. Вот сейчас можно зацепиться за мяч. Но нет, не получается. А вот Трансгарант вводит хороший заброс. Здесь Лагин в принципе неплохой позиции находился. Перехват мяча. Зотов. На. Лагин, по-моему, пастет на него шел. Но заходит мяч до седьмого номера. Остается он с мячом. Передача в центр. Но стеночка здесь просится. Да, и хорошая она получается. Удар поворота на 1-0. Это Зотов. Капитан команды открывает счет. Выводя Трансгарант вперед. Ну что ж. 1-0. Ну и наверное стоит сказать пару слов о том, какие турнирные расклады сейчас. Это третий тур. И пока интересное на самом деле положение в этой группе. Потому что у ЦД и у чемпионата по 4 очка. А у Трансгаранта 3. На последнем месте идет Легион с нулем. Но там все тоже не так просто на самом деле. Все еще может поменяться. Одним словом, важный матч. Третий тур. Из шести. То есть половина сегодня будет преодолена. Поэтому матч важный. Что для тех, что для других. А иначе в клубке ЛФЛ и не бывает. Передача налево. Не очень получается прессинг чемпионата. Это здорово. Пропускает мяч сейчас очень остроумно. Юрий Коломац. Но не поддержал партнер. Мяч упустил. Заброс здесь. Удается зацепиться. Кому дальше, но дальше уже некому. Очень плотно действуют защитники Трансгаранта. Хорошая передача. Вот сейчас есть зона. И удар даже поворотом следует. Но прямо по центру. Никаких проблем сейчас не возникло. У Гамидова. Зотов. Хорошая передача. Удар поворотом. Сейв. Вратарский. Ну и это второй мяч тем временем. 2-0. Трансгарант забивает снова. Ну и пока у чемпионата совсем не клеится игра. Довольно удивительно это смотрится. Не впечатляя совсем пока. Команда в белом. Павел за поворотом. 4-0. bna. 4-0. 5-0. 5-0. Так, ну а здесь Спасение Вновь не получилось И третий мяч летает в воротам В чемпионат, так вот Отлетешься на секунду, уже два мяча Подряд чемпионат пропускает, но пока совсем что-то Непразумительное от этой команды Не удается Ничего совершенно В атаке чемпионат, ну что, может быть хоть что-то получится у них В атакующих действиях пока совершенно ничего Не удается Надо, чтобы предпринимать Да, уже, конечно, солидное Отставание в счете, но Мы видели вчера в матче Высшего дивизиона Юго-Запада Как Три звездочки едва не упустили победу Матч с ударом, ведь а 3-0 С 3-0, да Счета 3-3 Смогли довести, да и могли и больше На самом деле, как и удары, поэтому Не стоит, не стоит Прям так вешать нос сейчас с игроком чемпиата Но вот такой игрок, конечно Светит не очень-то и много Пас назад Заброс вперед Ну и перехват Можно быстро атаку сейчас Ввести мяч и пойти Вперед, нет Передача направо Но я не знаю, что это было Либо это удар, либо подача Даже если то подачи там никого не было Если бы это был удар, то точка совсем Для этого невыгодная И замены у трансгарант Происходят Двойная Даже тройная замена, похоже Да Вижу я Данилин появился Появился Пиловаров По-моему, Громов Да, именно так Ну, есть возможность сейчас поротировать состав Освежить Но чемпионат, может быть, воспользуется этим Этой возможностью нет Не воспользуется Удар галки спасает Здесь снова мяч приходит К защитникам трансгаранта Будут они за боковой мяч вводить Можно пробить Отсюда нет Уже Момент упущен Здесь у нас Аут Навес Передача Хорошая сейчас возможность для контратаки Передача налево Куда здесь Не знаю, можно было, наверное, на дальнюю грузить Попытка, видимо, это сделать и была Но защитник успел Этот мяч Только аут Перевод Громов Хороший пас и вносит четвертый мяч Четвертый гол забивает сейчас Четвертый Номер символичный Сергей Данилин Ну, не знаю, хоронят ли чемпионат или нет Но Но выглядит это именно так По крайней мере Да, грустная, конечно, картина Для болельщиков чемпионата Совсем что-то игра у них Не пошла Пас назад здесь Перехваты, может быть, сейчас Пас налево Еще дальше можно продлить Нет, мне дается передача Можно пробить издали, но слишком далеко Да и Защитники Подоспели Куделин на пути мяча Встает Будет удар С угла поля Стандарты Может быть, этот компонент Придет чемпионату на помощь На вес Кулаком действует Галкипер Удар Поворотом Опасно Это было Ну, еще Будет пробить На сей раз Тоже весьма Опасно Но Снова не точно Пока По-настоящему Так В игру Не вступал Галкипер Трансгаранта Так Пара ударов По центру Да и все По сути Из-за боковой Будет мяч вводить Нет Не из-за боковой Штрафный удар Судья назначает Нарушение правил Ну, и точка Такая Которую можно И пробить И подать Как и все В любительском футболе Ну, пока Судья всему Будут разыгрывать Потому что Никто не идет В штрафную Разбег Тоже непонятно Видимо Будет розыгрыш Короткий Ну, совсем Какое-то повреждение Даже получил В этом эпизоде Второй Номер У насел Пугачев Так Приложились По нему В этом моменте Но Обошлось Уже Наполеон Готов играть Готов К своей команде Победу приносить Пока Это сделать Получается Череда рикошетов Мяч зависает В воздухе И Подбирает его В игроке чемпионата Но ненадолго Сразу же перехват Передача назад Протарю Ну и здорово Сейчас Разобрался Галкипер Хорошая стенка Здесь Можно дальше Направо Передачу отдать Она и следует Но этот По центру Лишний был Пожалуй Забегание Смотрелось На фланг Но Немножко не поняли Друг друга Игроки Трансгаранта Но теперь Надо обороняться Выход из обороны И заброс Вперед Но здесь Спокойно Галкипер Конечно Сыграет Этот мяч Понятно Куда этот пас Нацеливался Но Исполнение Немножко подвело Здесь шансов Не было Никаких И совершенно У Михаила К этому мячу Подобраться Раньше Галкипер Соперник Хороший пас Центр Но вот это уже По хуже передача Перехват Мяча Чемпионат В атаке Белый поле Нужно забивать Не попадает Сейчас В угол Семнадцатый номер Шанин Это был Но Отмечаем Конечно Две стенки Подряд Блестяще Прошли И атака Продолжается У Трансгаранта Быстрый разыгрыш Углового Прострел Практически Дошла Передача До Громовой Тот уже был готов Вколачивать Пятый Но защитники Успели Успели накрыть Этот пас Но атака На этом еще Не закончена Пас Центр Хорошая Скидка И сейчас Не поделили Конечно Мяч Можно было Бить С этой же точки Но Все Еще с мячом Трансгарант Уже здесь Мельчат Просто Не знаю На каком Растанет ворот Ну и Логичным Завершением Этого Становится Пятый Гол В этой встрече 5-0 Впереди Трансгарант И это Конечно Избиение А ведь Играть-то Еще 10 минут Только в первом Тайме Во втором Еще 30 Тяжело Тяжело Будет Чемпионату Видно Что Трансгарант Не собирается Успокаиваться На достигнутом Забить еще Еще Разница голов Никогда лишней Не будет Тем более Трансгарант Минус Минус 4 Перед этим матчем Сейчас уже Плюс 1 Еще один момент Сейчас Могу Закончиться Но Мимо Мяч Опасно Опасно Вновь Выносится Мяч Но Очень Очень Легко Успевает К этому Мячу Трансгарант Ну Хотя Можно Можно ли Говорить О везении При счете 5-0 Не в свою пользу Но На сей раз Просили Игроки Трансгарант Своих соперников Можно было Увеличивать счет Еще И еще В этом эпизоде Пас назад Вынос Тут Можно за мяч Цепляться Но Галкипер Должен мяч Забрать Так опасно Действовал Прямо На ленточке Мог и Шагнуть За ее Приделы Этот хороший пас И можно было Головой переправлять Но Чуть выше Мяч шел Чем хотелось бы Этого Нападающего Чемпионата Не достал До этого Мяча Замены Тем временем У чемпионата Двойная Произошла Появился Пономарев Появился Также Тисджан У трансгаранта Вышел Орлов Под восьмым номером Зотов Еще дальше Отличная передача Снова На фланг Прострел Не проходит Пас От Грачева За боковой В центре Есть один Игрок Но Пас идет Штраф Ну Здесь Галкибер Должен Конечно На опережение Играть Что он Делает И чей мяч Мяч Должен Чемпионату Достаться Пас Назад И перехват Мяча вновь Орлов Бьет Ух Какой удар В перекладину Попадает Восьмой номер Да Это мог быть Возможно Один из самых Красивых Мячей Туром Но Все еще Может быть На самом деле Мяч остается У Трансгаранта Пара рикошетов И удар Блокирован Ну вот Атака От чемпионата Есть адресат Ой Какая неудачная Передача Один совершенно Находился там Михайлов Просто покатим Но вот Этот пас Конечно Очень Неудачный Хороший пас Скидка Еще один удар В ближний Здесь по-моему Мяч Пределы поля Покинул Гол не будет Засчитан Да Угловой удар Снова Розыгрыш Совершенно Один игрок На фланге Ну как Дают Проходить Абсолютно Безалаверно Действуют Обороним Защитники Чемпионата Дозволяют Просто Все Что Можно Пас Вперед Здесь Перехват Мяча Зотов На Орлова Орлов Этот пас Уже Перехвачен Здесь Нарушает Правила Орлов На Тизжане Даже Возможно Желтую Можно было Ему и показать За задержку Руками Но нет Судья Не будет Этого делать Может и правильно В принципе Матч Не жесткий Особо и нечего Разбрасываться С предупреждениями Тем более Эти предупреждения Могут Будущим Конечно Сыграть Недобрую Службу Для игроков Удар Поворотом Но если это Можно назвать Ударом Мяч Еле-еле Доказывается Галкипера Тот быстро Водит его Вперед Зотов Свободная Зона Перед ним Не будет Сейчас Зотов Бить Уже Успели Накрыть Его Орлов Еще Дальше Вагин Носка Пробивал Чуть Правее Цель Этот удар Пошел Абрамов Появился У чемпионата На поле Здесь по-моему Фолга Ну вот шанс Может быть С этого штрафного Пробить В целом Неплохая Возможность Успели Игроки Трансгаранта Вернуться Чтобы Быстрого Разгрыша Не было Но по-моему И не собирались Игроки Чемпионата Быстрый Мяч Разыгрывать Пока что С розыгрышем Мяча Очень все Печально Поэтому Надо рассчитывать На удар Прямой Поворотом Два Игрока В стенки Трансгаранта Ну что ж Посмотрим Удар Поворотом В стенку Мяч Переходится Но в руку Мяч Попал Попал Мяч В руку Семнадцатому Номеру Ян Шанин Это был И Еще На девять Шажочков Ближе Чужим Воротом Мяч Устанавливается Это уже Конечно Поопасней Точка И снова Стенку Отодвигают На положенное Расстояние Так Не Хотя Они это делают Но еще бы Ну что Смотрим Точка Уже Совсем Убойная Удар Поворотом И Все-таки Заходит Мяч В ворота Наверное Даже На автогол Его запишут Но Там Конечно Главную роль Сыграл Сам удар Прошил Он там Стенку Как-то Здесь Какие-то Не знаю Странные Какие-то вещи Произошли Штрафной После этого Голова Вроде Все нормально Да 12-й номер Трансгарант Дмитрий Кудерин Вогнал Мяч Собственных Ворот Пытаясь Выбить Оттуда Ну и Счет Становится 5-1 Последнее Слово Возможно В этом Тайме Останется За Чемпионатом Играть Осталось 35 секунд В первом Тайме Без учета Добавленного Ну На самом деле Добавленного Не должно Быть особо Остановок Было Немного Только те Что связаны С обидными Мячами Да и Там Не то Чтобы Прямо Долго Вводился Мяч В игру После этого Поэтому Я думаю Минуты От силы Судья Может ограничиться И отправить Команды На перерыв Орлов Направо На Зотова Зотов Снова На Орлова Пас Не проходит Вынос Мяча И все Да Ничего Не добавляет Арбитр Правильно Я считаю 5-1 Чемпионат Уступает Безнадежно Ждем Второй тайм Никуда Не уходить Чемпионат Уступает 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 Продолжение следует... 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 трансгарант выставляет ну и ударов вероятно в ближний все-таки угол последового вратарский да туда и следует удар поворотом хороший но на месте саулов саулов чемпионата конечно на месте гамидов алексей до переводишь на угловой после которого сразу же мяч отбирают трансгарант и хороший выход из обороны вот здесь как раз и саулов пытается на перехвате сыграть и чуть не привозит свои воротам беду ну все-таки сам же исправляет собственно ошибку снова мяч будет водить трансгарант удар поворотом в ближний угол там врата все контролировал мимо ворот и удар от ворот и саулов быстро разыгрывает снова получать передачу обратно здесь уже прессинг довольно активный и вот чем он заканчивается заканчивается он пятыми шестым прошу прощения мечом первым в этом тайме для трансгаранта орлов этот мяч забивает но вот это уже конечно показатель всего матча вот такие вот выходом из обороны чемпионатом 61 и это ли еще не все замена тем временем у трансгаранта появляется снова шанин на поле под 17 номером дают всем поиграть сегодня перевод мяча шанин как раз таки в отбор вступает пас пятка здесь но конечно будет на минутах 15-20 пораньше я думаю игрок трансгаранта бы за этим мячом рванул и перехватила сейчас уже немножко силенок не хватило на паскаешь совсем невыразумительный удар по воротам прямо по центру и не сильно выход из обороны практически никто такого чемпионата не бежит назад уже те кто остался сейчас разряжают обстановку подальше мяч вынося ситуация конечно катастрофическая доля чемпионатом сказать что принципе неплохо делал них идут в своем чемпионате но сейчас пока совсем как все печально что в атаке что обороним но перехват мяча может получится быстро так провести нет сразу же одна передача точная вторая сразу же сопернику следует очень большой процент брака сегодня у чемпионата что конечно им не позволяет атаки свои проводить но сейчас надо обороняться угловой удар быстрый розыгрыш мяча и снова по бровке удается пройти передача и вгонять можно мяч уже в ворота нет защитники спасают после удара грома угловой но как этот проходы по флангу после розыгрыш угловых проходит это конечно удивительно просто один раз прошли второй раз прошли но как-то уже надо делать выводы защитникам одно и то же систематически пропускают защитите чемпионат так но вот сейчас ошибка защитников но здорово сейчас подкать действовал пивоваров но все-таки угловой удалось сейчас заполучить навес удар поворотным слишком не точно слишком сильно ну и вновь обозначение прессинга чемпионата переход в атаку на лево пас неплохой здесь можно и в центр и пробить с поворотом здорово но чуть выше цели хорошего удар сейчас аж они наносил не боюсь калкипер бы не спас плите мяч створ ворот но мяч чуть чуток с перекладиной разминулся одна из дневных атак чемпионата в этом матче перешли центр поля с мячом это неплохо по сегодняшнему поединку зарабатываю так ну забрасывать вперед может быть так атаки своей проводить нет пытаются через пас на назад передачам ну и перехват перехвачен мяч это неплохо ну и вновь зона большая зона здесь перед кудели нам было он ставится с мячом отдает на партнера но то тоже передачу точную вырезать не сумел соброс налево дойдет передачам останавливать сейчас ее ливан курцикидзе но тут уже подоспел защитник и только зарабатывает чемпионат перевод мяча направо вот в центре не хватает игроков как то все сгрудились по флангам но заброс интересный до курцикидзе открывался можно было что-то исполнить но в целом конечно без зуба смотрится атака ничего интересного не придумывает таки креативного звена мы в обороне тоже пока в основном пожар игра на отбой ну и вот такие выходы из обороны но сейчас получилось это сделать но все равно как уверенно как быстро игроки трансгаранты возвращаются к своим воротам вот уже сразу же возникает просто стена две линии обороны практически ну и придумывать что-то что называется удар поворотом рикошет опасный мяч остается у чемпионата но ненадолго в атаке снова трансгарант центре есть игрок есть игрок еще и дальше но поддем наверно довести не получится вот только сейчас но наверно слабовато да должен ну и собственно забирается жан этот мяч почти полтайма у нас позади голов конечно практически не ним один мяч всего на втором тайме немножко подоспокоились игроки трансгаранта но все равно качество доминируют они полностью но вот как итог еще один мяч ян шанин со второй попытки все-таки забивает гол 71 а если по протоколу 17 17 номер трансгаранта тоже весьма и весьма символично для вот еще до таких цифр до цифра что у него на футболке написано на стенках уже обречен смотрится чемпионат понимаю что хуже просто хочется доиграть этот матч такие вот ошибки в передачах глупейшие совершенно это все во многом уже от потери мотивации в этом матче понятно что ловить уже совершенно нечего нужно просто доиграть матч на постараться какой-то удовольствием и счет создать но вот так вот конечно вряд ли это сделать получится уже ноги просто подкашиваются у игроков чемпионата а трансгарант неудержимо бежит вперед забивать восьмой и забивают 81 счет становится сергей данилина автор забитого мяча совсем уже плывет чемпионат и такими темпами мы на 2 десяток голов перейдем я полагаю весьма и весьма скором да просто встали сейчас игроки чемпионата это видно просто пешочком передвигаются сил нет совершенно и желание тоже но здесь неплохо хороший финт и удар поворотом вот что там за счет индивидуального мастерства периодически удается создать разобара разобрался подомарев там на фланге неплохо но никто не поддерживал партнеров а сам правил уже не с очень выгодной позиции но и теперь атака трансгарант совершенно один игрок справа пас туда идет можно прострелить прострел следует повезло что не автогола но гол следует чуть-чуть позже м 91 но автор этого мяча и там дмитрий вагин номер 7 9-1 10 голов мы в этом матче уже видели но я думаю скоро будет 10 голов от одной команды вот буквально через минутки полторы наверно посмотрим сбудется ли мое предположение или нет но если вот так долго будет мяч водить в игру чемпионат то наверное не сбудется уже вы подтягивает время хотят чтобы игра поскорее закончилась я думаю что судья не будет мучать игроков чемпионата и ничего к этому матчу не добавит как он это сделал в первом тайме хотя там остановки на забитые мячи были опасно вообще похоже мяч остался чемпионатом пас на пономарева тот чуть-чуть до мяча не добирается опасно хоть хороший один из немногих хороших разрезающих пасов в этой встрече но не добрался до него нападающий и в атаке но трансгарант слишком слабая передача зотов не достал до нее гусь падает на газон правда с мячем остается налево отдает можно бить отсюда но сваливается мяч с ноги у алексея михайлова просите передачу здесь игроки трансгаранты направлен в бровке пера что следует но спокойно на выходе кулаком действует из саулов за боковой пяткой красиво сейчас сыграно и можно забивать еще один нет а уже играют так красиво пытаются разыграть но есть пенальция не ставит хотя бы был удар по ноге отчетливый судья его пропустил мимо ушей что называется видимо придется его остановить на некоторое время на но все вроде уже в порядке может продолжать играть там кисть ром претензии предъявляет вагин к арбитру даже при счете 9-1 все равно максимализм имеет хочется бивать еще еще и свалится о счет полонятие командных в том числе вас на фланг хороший шаним остается с мячом трансгарант здесь перехват мяча ну очень конечно странная передача орлов надо решать такое нет орлов выдает не точно и снова в отборе трансгарант действует мяч перехватывают и будет штрафный удар то есть всему для штрафной простой вы нас вперед здесь отдаются мяч видео fair play в рамках игроками чемпионата своим соперником но не без fair play сегодня это сделали принципе в этом матче 9-1 чемпионат уступает пытается сейчас прессинговать нам довольно уверенность под прессинг выходит трансгарант пас в центр зотов снова он с мячом хорошая передача дальше но слишком сильно получилось там бегал орлов в эту зону на немножко не разобрался за тут у нас какое-то повреждение получает курцыкидзе как я понимаю столкновение с зотом при том что на мой взгляд там курцыкидзе фалил сам но видимо хоть стык получился но все уже в порядке зотов налево еще дальше разрывают вновь оборону орлов 10 но вот вот и тот самый десятый гол чуть попозже чем и я все-таки это предвосхищал но все равно 10-1 счет становится разгром разгром трансгарант ведет все эти плюс 10 а ну кстати говоря давайте теперь надо наверно двузначную разницу сделать в этом матче придумываем интриги насколько это возможно еще один мяч нужен для того чтобы с двузначным числом вести в счете должен значным преимуществом имеется ввиду конечно двузначное число уже на тавлом но видимо что трансгарант не унимается продолжают атаковать здорово разыгрывать мяч пас налево перехвачен мяч но остается он под контролем мута игроков трансгаранта на золотого передача зотов здорово вырезает удар нет галкибер спасает твои ворота что дальше на здесь аут чем отводит хороший заброс вперед можно бить поворотом вот сейчас нужно было это делать все уже защитник накрыл и теперь только жать партнер в партнер это не побегут партнеры уже устали ну и все упущен момент да совсем конечно тяжко все в обороне и в атаке тоже у чемпионата здесь мяч упущен за пределы поля шанин не достал его этот неплохой заброс но не достает до мяча курцы кидзе громов на золотого снова громов с мячом и снова золотов есть еще слева партнер да туда дальше последует это шанин громов один в один обыграть не получается но стоит здесь трансгарант в этом углу и перехватывают мяч правда тот по-моему пределы поля покинул да будет мяч за боковой там легко втроем решают паномарева мяча хорош пас центр отыгрывается данилим заброс вперед и вынос подальше снова паномарев одиночку но здесь же подключились партнеры на паномарев не стал пас отдавать вместо этого подождал партнеров но этот пас уже не точный правда по он коснулся мячков ты за руков трансгаранта будет угловой удар 6 минут осталось играть в этом матче матч в котором ясность остала еще спустя считанные минуты после его начала удар поворотом на месте галкипер удар по центру может быть и плотно но не очень опасно все это было молодец и мяч чемпионата мяч то есть замена производится появляется на поле сергей пивоваров на левый фланг обороны он перемещается не мяч как раз к нему приходит тут уж прав не на кого играть его распокойно на галкипер отыгрывать один совершенно зотов просил передачу на галки дал направо пас назад уже так под накрывают пивоварова но тот очень здорово на движении уходит этот пас правда не точный нужно возвращаться назад неплохо один правда на четверых отличная передача на чуть-чуть сильнее бы можно было что-то придумать здесь фо конечно на мяч остается контролем трансгаранта передача данилин 11-1 3 единички на табло за 4 20 символично для чемпионата до конца этого матча ну что ж есть мячей преимуществом набил сегодня трансгарант саму сопернику это конечно катастрофические цифры для чемпионата это вряд ли то что ожидали увидеть но получилось как получилось продолжают трансгарант атаковать и забивает 12 да почему нет действительно 12-1 михаил решетняк пятый номер тоже отличается чушь три минуты еще играть сколько еще голов успеть забить за это время трансгарант но я ставлю так может быть на 2 посмотрим так она или нет пока не удается выйти из обороны чемпионату заход на очередной мяч здесь не точный пас еще одна передача удар воротам не точно но пока уже просто совсем издеваются конечно игроки трансгарант над своими соперниками передача еще дальше пас назад зотов налево в центр передача проходит на куделина но цен только трансгарант забивал 12 чужие один свои полное преимущество этой команды даже в статистическом компоненте в таком куделин как раз таки отличился тогда сейчас почти отобрал мяч но отобрали его чуть позже его партнеры зотов хорошее забегание но зотов используется к партнерам для того чтобы самому продвинуться правда не получается это сделать назад апрамов отдает передачу налево михайлов но и вновь назад подтягивает тихоньку время чемпионат уже не так активно рвется вперед вот это было опасно можно было забить сейчас паномарёв подставлял ногу но не попал поворотом последняя минута вот-вот начнется ну естественно в атаке и трансгарант проведет хотя уже не рвут так в атаку может быть и с таким счетом матч закончится осталось меньше минуты судья вряд ли будет добавлять но и спокойно на контроле мяча эту встречу можно закончить короткая перепасовка особо не поступает в отбор чемпионат все уже смотрят на табло но заброс вперед может атака получиться хорошая передача куделин удар галки мяч забирает ну и вот они последние секунды которые даже чемпионат пройдет в атаке это интересно такого матча именно так закончить но вот момент мог возникнуть я уже смотрю на часы уже приготовил свисток и дает самый свисток об окончании встречи 12-1 разгромище просто трансгарант побеждает набирает 6 очков у чемпионата остается 4 но еще три встречи в этой группе впереди поэтому все еще может измениться но конечно при такой игре чемпионата надеяться на что-либо будет им крайне и крайне трудно ну а трансгарант мы поздравляем с победой и на этой ноте мы наш с вами трансляцию завершаем для вас сегодня я комментировал владимир злотин оператор трансляции анна баева режиссер трансляции илья бодаким до новых встреч на матчах кубка lfl на lfl tv всем пока а Продолжение следует...